Всем привет! Сегодня видео про окрашивание горы Vibrance. Такой солнечный замечательный день. Я подумала, что будет хорошо видно волосы до, после окрашивания краской Matrix, насколько они, в принципе, держат цвет, насколько оттенок остался и насколько вымылась часть, которая осветлённая. Так, ловим солнечные отблески и лучи и смотрим, что произошло с оттенком. Ну что, довольно-таки стойко. На самом деле он держался где-то полтора месяца. Но первые, наверное, три недели он был самый стойкий, потом уже начал подсмываться, подсмываться, подсмываться и превратился вот в такой вот цвет. Всё, в принципе, хорошо. На самом деле, не сказала бы, что краска гиперстойкая, только первые три недели. Мне кажется, и гора, она более какая-то такая, всё-таки держащаяся на волосах. Ну, мне Matrix не понравился, я уже сказала в предыдущем видео, тем, что она сильно прям подсушивает волосы. И это, конечно, не для меня. Мне не нравится. Я взяла Егору Vibrance, приобрела вот окислитель сразу, оксид большой на будущее, даже если у меня будут какие-то волосы русые или светлее, с чего я не исключаю, или просто тёмное. Я хочу попробовать именно покраситься пока что безымячными красителями. Мне нравится Егора по отзывам, она очень хороша. Вот, оттенок у меня 5,65. Это у нас светлый коричневый, шоколадный, золотистый. Так, смешивать тут уже нужно в пропорции 1 к 2. Ну, то есть вы смешиваете одну часть красящего пигмента, красящего крема и две части лосьона окислителя. 1,9%, то есть такой проявитель как бы цвета. Ну что же, наносить нужно на сухие грязные волосы. Они у меня грязные и сухие. Так, тут написано окрашивание тон в тон. То есть должно получиться тон в тон. Ну, посмотрим, как это произойдёт. Состав похож на желе. Очень милый и приятный достаточно, даже пахнет. Ну что ж, начнём прямо от корней наносить быстренько так. Так, краска уже потемнела, таймер прозвонила, я пошла смывать. Ну что ж, смыла и пойду сейчас сушить предвкушение цвета, который получится. Небольшая вкладка в стиле АБ, когда я завиваю только концы, просто для чинности и порядка. После окрашивания безаммиачного прошло где-то две недели. Сейчас волосы максимально грязные, опять-таки. Вот, смотрите, по поводу седины, да, насколько она видна. Вот здесь я вижу один прям точечный седой волос. Но я знаю, что вот здесь где-то ещё парочку. Я не помню, где конкретно они находятся. Ещё сзади есть на макушке. Вообще мне нравится, конечно, эта безаммиачная красочка, потому что она такая лёгкая, приятная ей пользоваться в целом. И оттенок, он, конечно, подсмывается быстрее, но волосы более сияющие, более живые такие, меньше сухости в них. И оттенок такой шоколадный, он проявляется буквально после следующей помывки. Первый раз, когда мы только покрасились, он очень прям тёмный, конечно, потом прям вот раскрывается таким более богатым оттенком. Сейчас волосы грязные, видите, вот. Но даже так можно заметить, что вот он проливается, сияет, и достаточно такой цвет, ну, не глухой. Пока на этом первый этап закончен, сейчас я буду смотреть, трогая волосы, насколько они подосветлятся, потому что сильно это мне не нужно особо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Если вот так вот относишь, когда на солнце не смотришься, конечно, чуть уже объективнее он рисует картину, но вообще, конечно, как он сильно высветляет камера, точнее она... Это, конечно, очень интересно. Поближе пытаюсь снять. Ну, вот, смотрите, сейчас он сильно теплит и светлит волосы. Все на полтора, наверное, тона темнее и не такое теплое. Вот, то есть такой какой-то огрех, конечно, есть в этой камере. Ой, так... Ну, вот виден темный цвет, я, по сути, как бы старалась не сильно трогать. Получилось так, что вот я немножко потом еще по длине прошлась, ну, такой, немножко такой полусухой кистью просто, чтобы где-то чуть сбавить вот эти обороты темные, потому что иначе было бы, ну, как-то немножко странновато, что у меня прям нижняя часть сильно темная. Тонировка хорошо сработала, даже лучше, чем я думала, убрала в целом рожену. Сейчас более-менее вот видно приближенно, и то он очень сильно высветляет, видимо, в зависимости от солнца он подсветляет. Что хотелось бы отметить, резюмируя вот эти два тонирования. Во-первых, конечно же, мне очень сильно нравится Егора, как и классическая красная линейка, обычная кремовая стойкая краска, так... И Егора Вайбранс. Удобство нанесения, использования. Вы выдерживаете 20 минут, смешиваете, очень все быстро, просто, интуитивно, понятно. Даже меньше геморроя, чем с кремовой краской. У них, кстати, есть, как я поняла, к Егоре Вайбранс гелевый активатор, а есть кремовый. Я так поняла, что разница в том, что кремовый, он все-таки немножко может приподнять вам прикорневую базу, если вы краситесь, смешиваете его с красителем. А гелевый, он этого не делает. Стоимость, конечно, получается дороговато, потому что сам краситель, вот этот, 60 мл, он стоит, по-моему, в районе 980 рублей. Вот так вот. Банка литровая, активатор, она стоит в пределах нормы, то есть, так же примерно, как и оксиды литровые. И по оттенкам еще, вот что, по первому оттенку темному, 5,65. Мне он, если брать в рамках темных оттенков, очень понравился. Первое время, когда вы краситесь, то есть, сразу после смытия краски, он выглядит темнее, чем на самом деле. Вот когда он подсмойтся, через две помывки головы, наверное, уже он вот прям похож на цвет, который представлен в оттеночном ряду. По поводу светлого оттенка 7,4, он лег, как и должен был лечь. Мне, собственно говоря, понравился. Плюс я пользовалась уже кремовой стойкой краской, и гора тоже 7,4. Что же, ребят, на сегодня это все. Вот такое вот видео про два тонирования. Надеюсь, что было вам чем-то полезное и интересное. И до скорых встреч на канале. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok